Ножи для леса Он является холодным оружием по нашему законодательству, хотя имеет развитую гарду такую. Соответственно, сталь здесь шведская, сэндвик 14С28Н. То есть это такой продвинутый сэндвик, который 14. Нож этот позиционирует вот эта компания Шницель немецкая как нож с возможностью использования как для детей, подростков, так и для взрослых людей, поскольку вторая версия, она имеет более длинную рукоять. То есть первая версия, она была короче, только для детей. То есть этот нож вот в моей средней руке вполне себе чувствует себя хорошо. И рука, самое главное, себя чувствует неплохо. Если сравнивать его с морой Бушкрафт Блэк Блэйд, то, конечно, он гораздо меньше. И даже клиночек у него вот прилично меньше. То есть вот такой. Но по толщине клинка он не уступает этой море. Соответственно, такой сбитый крепкий нож. Опять же, это фуллтанг. Он идет вот в таких вот ножнах из Кайдекса. Легко достается, легко туда садится. Вытряхнуть его оттуда не получится. Здесь еще есть петля под огниво и, соответственно, вот огниво с небольшим стержнем. Стержень я тут уже поменял, поставил огниво-прошный. Вот, но он маленький и тонкий по сравнению вот с 8-миллиметровым, посмотрите. Вот, то есть короче, тоньше. Ну, на всякий случай, собственно, есть и есть. Изначально, чей тут был стержень, я не знаю. Возможно, китайский, может быть, еще какой-то. Вот, но ничего особенного, я попробовал. Соответственно, я тут же поменял его. Вот. Значит, крепежный ремень вот такой глухой. Все это на винтах прикручено через переходник. Вот, собственно, больше тут особо и рассказывать нечего. Есть вот отверстие в кайдексе для того, чтобы конденсат оттуда уходил, если что. То есть для проветривания. Заточка ножа нового с завода. О, заточен бомбезно прям. Класс. Так, я его сравнивать буду с морой. Бушкрафт Блэкбейт по традиции уже. Мора моя не то, чтобы прям заточена, но я ее так на коже с пастой поправил. Соответственно, здесь скандинавский спуск. И сверху вот есть маленький участок, заточенный, чтобы пользоваться огнивом. Ну, опять же, нержавеющая сталь для лесного ножа. Это, в принципе, на мой взгляд, неплохо. То есть там кто-то будет спорить, там, какой рез. Но в целом, особенно если человек не привык следить за своими вещами, а таких, поверьте, очень много. Вот, куму, кстати, привет. Тут для таких людей нержавеющая сталь – это лучшее, что может быть. Строгание колышка. Так, начнет, пожалуй, шиницель. А вы знаете, режет отлично нож. Прямо четко. Класс. Так, мора моя. Еще раз, мора. Да, сучок попался. Мукашницель режет сучок этот. Да, легко. Класс. В общем, рез шиницеля мне даже нравится больше, чем моры. Я бы не сказал, что это прям в разы лучше, но чувствуется лучше. Что-то вот кривить душой. Этот малыш, вот этот вот ножичек, на данный момент, вот сейчас он переиграл мору. Не на много, но тем не менее. Давайте порублю теперь ветку. Единственное, чего у него... Хотя, может быть, вот сюда веревочку можно просунуть. Вот тут отверстие есть, вот в этом месте. С другой стороны, у моры отверстия вообще нет. По весу... По весу он примерно как мора. По-моему, 137 грамм он весит. Здесь мне не изменяет память. Но суть не в этом. Давайте попробую порубить им. Всё, да? Да. С двух раз. Мора. Ну, здесь, опять же, очевидно, что мора здесь победила. То есть она это проще сделала. Это, конечно, из-за того, что она длиннее. Поскольку, чем дальше берёшься, рычаг увеличивается и удобнее рубить. Здесь взяться-то особо не за что. Он короткий. Вот. Но не намного хуже он это сделал, но хуже. То есть резал вот он настолько ровно лучше, насколько хуже он сейчас прорубил вот эту палку. Колоть мне особо нечего. Вот осталась такая вот часть от полена. Я её вот вдоль располовиню. Сейчас как раз для этого ножа это вот предел. Потому что он достаточно короткий клиночек. Сейчас как мора колет, я себе хорошо представляю. А вот как колет шиницель, и этот вопрос... Видно, там сучок был, потому что он так зарылся, а потом бам, и её прям развалил на кусочки. Да. Там был сучок. Причём такой серьёзный вот он. Вот он помешал. Но шиницель он не сдался. И он сделал из этого полена шиницель. Хочу проверить. Нет, кромочка прям в порядке. Кромочка целей целого. Молодцом нож. Учитывая, что с сучком, прям крепыш такой. Молодец. Отличный результат для такого мелкого, но мощного ножа. И я вот думаю, надо кончик, конечно, проверить у этого ножа. То есть, если с морой сравнивать, они примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Кончик цепляет. Ноготь. Соответственно... Всё посмотрим. Чего мне нравится, это травмобезопасная рукоять. То есть, здесь вот можно не бояться стукнуть. Деревяшка твёрда и, конечно, туда прям неохотно лезет. Так, ну давай. Шницель. Ну-ка. Всё отлично. Ну вот он расковырял, в принципе. То есть, я вогнать его глубже не могу, к сожалению, потому что, ну, твёрдая деревяха прям. Ну, я считаю, вполне достойный результат. То есть, не думаю, да. Всё, супер цепляет. Ноготь. Так, Мора тоже цепляет. Не думаю, что Мора вот что-то сделает намного прям круче этого ножа. Ну да. Нет. Твёрдая деревяшка. Ну, опять же, как Мора работает, все знают. Тут без сюрпризов. В общем, кончик не хуже, чем у Моры. Это однозначно. Нож серьёзный. Хоть и маленький. Так, что я предлагаю построгать вот огненное перо в конце-то концов. Потому что это всё понятно. Всё отлично. Но вот огненное перо, это, конечно, надо сделать. Оп. А-а-а. Приятно строгает. Приятно строгает. Прям цепляется за деревяшечку. Ах. С таким хрустом прям он. Так, ну, с Морой я сравню всё-таки уж. Коль она здесь присутствует. Ну, вот не могу я сказать, что он лучше или хуже в этом отношении пока что. Но мне кажется, он лучше цепляет. Да, он цепляет лучше. Мне больше нравится, как он строгает, честно скажу. С хрустом прям таким вот он это делает. Мора она отлично тоже строгает, но как-то она не цепляет. Возможно, надо её подточить. отрубать. Ладно. Надо уже отрубать этот кусок. О, какой. Ничего себе, вот эту стружку я настрогал. Прям-таки мощь. Это, кстати говоря, палка, она такая сыроватая, она лежала здесь в лесу. Я её не с собой притащил. Так. Что-то я хотел сделать. А, ну, снятие коры обухом ножа я делаю, считаю, нецелесообразно, поскольку здесь вот есть участок, отвечающий за использование с огнивом. Проще сразу посмотреть, как он высекает им искру. Так. Ну-ка. Неплохо вроде. А вроде неплохо. Так. И давайте попробую зажечь вот эту вот штуку. Не попал я, что ли? А, на ноже у меня осталось. Вай. Вай, как он. Поджёг, и сразу я потушил, схватил. Так. Ну, давайте ещё раз. Привыкнуть надо. Так-то огниво-про, оно не подведёт. Ну, что, работает. Искру высекает. Всё заточено, как надо. Так что, вот этот малыш мне понравился. То есть, многие вещи, ну, половину из того, что я делал, он делает лучше вот этого ножа Мора, а остальные не хуже, в принципе. Да. Хорошо всё горит так, но пора всё это на песочек выкинуть вниз. Ствол жалко. Так. Ну-ка, вот эту вот я теперь построгаю. Опа. Так. Мне нравится, как он строгает определённо. определённо. Я прям уже к углу привык. Приятный ножик. Приятный в работе ножик. Конечно, вот эта плоская рукоятка, она не такая удобная, как прорезиненная у Моры, более пухлая. Но вполне себе она работает неплохо. То есть, по эргономике, да, пухлая вот эта рукояточка, ну, конечно, конечно, она удобнее. Бесполезно спорить с этим. Это факт. Так. Сейчас ещё раз я запалю здесь. Мне хочется понять, почему искра, она вот остаётся на клинке. Ну, идеально. Огниво ПРО это огонь. Просто идеально работает. Пожалуй, ну, не знаю, даже из вот маленьких ножей один из лучших, которыми я пользовался, именно со сканди. его бы, знаете, с чем надо сравнить? С Элдрисом, мне кажется, от Мора. Кстати, напишите в комментариях под видео, если кто хочет такое сравнение. Элдрис у меня есть, можно сделать. Потому что мне вот лично что-то показалось, что вот с Элдрисом. Тут тоже компактный ножичек, даже более компактный, и там пухлая ручка. Достаточно, насколько я помню, удобная. Здесь она более плоская, но тоже вполне себя такая. Вот. Мне кажется, такое сравнение можно сделать. В любом случае, если будет вам интересно многим, то напишите. Можно такое сравнение соорганизовать будет. А так нож классный. Вот. вот я еще принес березовой коры немножко. Сейчас посмотрим. Это он все поджег, теперь очередь коры березовой. Так. Ну, супер. Огниво про не подведет. И этот малыш тоже не подведет, судя по всему. Класс. В общем, вы поняли. Нож мне очень понравился. Я могу его нахваливать и дальше. Ну, и действительно, это не безосновательно. Просто мне он понравился. Не зря я его себе купил, этот ножичек. И мне прям захотелось этот нож уже повесить себе на пояс. Чего, не каждый раз бывает, поверьте. И вот он как компактно на поясе. Вот на ремень я его повесил. Вообще отлично. То есть вот он под курткой. То есть его можно использовать как городской даже нож, а не только как лесной. Он маленький. Вот. Раз. Его и не видно особо. Мне кажется, его вот так вот можно даже в карман. Вот. Так. Раз. И все. Сейчас я попробую с ним присесть. Вот интересно мешаться будет. Да нет. Не мешает. Если из кармана его достать. Из кармана достать тоже не мешает. Класс. В общем, вот он отдыхает уже на поясе. А здесь что у нас мора осталось. И огни вопро. Так. Я что себе думаю? Надо заточку проверить. Что-то я забыл совсем. Может газетка есть. Может он рано пошел отдыхать-то? Ну-ка. Я его протер. Может налипло что на нем сейчас. протру. Так. Секунду. Ногтем проверю. Не. Ногтем все отлично. Да не. Идеально. Идеально. Настрогал прям соломочку. Так. Ладно. Пусть отдыхает уже в ножнах. Море точно ничего. Потому что она почти не работала. Ну да. Так. Ну ладно. обидится. Обидится. Хотя бы бумажку пусть подожжет. Мора. Обидчивые ножи. Что делать? Надо ей тоже угодить. Дать возможность поджечь что-нибудь с помощью огни во-про. Огни во-про не подведет. Огни во-про это огонь. Ну что Мора. Все. Тебе дали возможность тоже поджигать. А то соскучилась тут уже по поджигательским делам. А шницель вот он все в кармане на поясе. Оп. Класс. И главное вот это вот у меня ремень достаточно широкий. Ничего так. Раз. Городской нож вполне. И как лесной. Вот умеют немцы делать все-таки ножи. Небольшой вывод друзья по ножу шницель 2 немецкому вот этому малышу. В общем все мне понравилось. Не могу даже сказать какие у него есть недостатки. На мой взгляд одни достоинства и плюсы. Нож компактный удобный для средней руки вполне наверное для огромной лапы какой-то да рукоятка будет небольшой. с другой стороны но не у всех такие огромные руки то поэтому для большинства наверное этот нож подойдет мне даже интересно я его хочу дочке дать попробовать поработать с ним как она оценит удобно ей будет или нет потому потому что все таки там было написано что и для детей в том числе а изначально первый шницель вообще для детей они разрабатывали а этот уже он такой более универсальный чуть подлиннее ручка хотя и очень даже компактный все равно нож остается и вот в таком исполнении в общем пишите свое мнение друзья может быть у кого-то есть такой нож кто-то им работал и можешь тут сказать уже более такое конкретное если в процессе работы что-то человек выяснил по поводу этого ножа вот ну а так что тут еще говорить умеют немцы удивить порой надеюсь видео было интересным информация была полезна и увидимся на канале всем удачи